С ситуацией Q равно 0 мы разобрались полностью. А вот теперь, ребята, нужно научиться перебрасывать векторы. Надо от ситуации Q переходить к ситуации Q-1. Это очень легко, но как только мы это сделаем, мы получим очередное, кстати, уже четвертое доказательство тождества Каусса-Якова. То есть в четвертый раз оно у нас будет доказано. Мы выписываем вот, что называется, левые векторы и правые векторы. После этого идет так. S1-1, S1, S2, минус 1, S2 и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до ST-Q-1 и здесь будет ST-Q. Что я сейчас должен сделать? У меня есть система векторов и другая система векторов. И все они вместе дают некоторый вектор из Y. Вот если мы сложим все-все-все, то у нас получится такой вектор. При этом векторов нижнего типа, у которых координаты обозначены S, у нас на Q больше, чем векторов верхнего типа. надо сейчас придумать способ, что сделать? Надо придумать способ какой-нибудь вектор. Хотите вот этот? Надо суметь, чтобы его не стало. Или другой способ. Или суметь, чтобы вот этих векторов стало бы на один больше. Мне нужно от числа Q перейти к числу Q-1. Почему? Потому что для случаев, когда Q равно в любую задачу решать умение. Значит, нужно научиться уменьшать разность количества этих самых векторов. При этом, это обязательно должно быть, внимание, взаимно однозначное соответствие. Все понимают, о чем я говорю? То есть я хочу доказать, что количество способов попасть в точку с координатами XY при помощи такой системы, где здесь надо что-то больше, оно такое же. Ну, правда, если я так напишу, то будет, конечно, будет. Почему? А потому что у нас, посмотрите, у нас ведь, если слагаемых много, то вообще-то сумма будет достаточно большая. Ну, что такое XY? Q квадрат плюс Q, вспомнили? Пополам плюс M. И Q квадрат минус пополам плюс M. Есть два случая. Случай, когда S1 равняется единице. Тогда у нас такой вот вектор 0,1 присутствует. Хорошо. И второй случай. Это когда S1 у нас больше единицы. Тогда вот этого вектора у нас нет. Так, в каждом из этих случаев нужно сказать, что вы делаете. Если S1 равно 0, тогда, как всем числам R1 и так далее, прибавляем по единице, прибавляем по единице, выбрасываем векторы с координатами 1 в 0, от остальных вычитаем по единице. Вычитаем по единице. Поверьте, все. Первый случай понятный. Я из одной картинки получил вторую картинку. Теперь второй случай. Если S1 больше 0, так, господа, зовите ворота. Сейчас уже нельзя писать правило просто так. Сейчас нужно писать правило, которое даст нам взаимно однозначное соответствие. Поэтому сейчас уже нужно быть осторожным. Но, тем не менее, если S1 больше 0, то в таком случае на самом деле можно просто из всех S вычитать по единице. Еще не боюсь. Из всех чисел S1, S2 и так далее S, D плюс Q вычитаем по единице. Это понятно. Дальше. Ко всем R-кам прибавляем единицу. Но есть еще важная вещь. Добавляем новый вектор. То есть мы уменьшаем разность. Разность между количеством векторов одного типа и другого. Добавляем новый вектор. Добавляем вектор 0,1. Ребята, это будет нужно. Это действительно взаимно однозначное соответствие. Потому что, смотрите, в этом случае у меня одного из нижних векторов не стало. А в этом случае у меня наоборот в вектор добавится.